Много, много, много интересного вас ждет на нашем канале. Не переключайтесь. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Анна Никандрова, я коммерческий директор приложения Кошелек. Давайте для наших зрителей, которые вдруг еще не пользуются вашим приложением, что такое приложение Кошелек, чем может быть нам полезно? Приложение Кошелек – это крупнейший на сегодняшний день в России агрегатор программ лояльности. Это приложение, с которым можно покупать, с которым можно платить и получать максимальное количество своей выгоды. То есть все свои плюшки с приложением приобретать. Можете быть уверены, что с Кошелеком вы максимально все свои скидки получите. Сейчас, насколько я знаю, раньше приложения наподобие вашего позволяли просто не носить с собой пластик и складывать все свои карты лояльности в одном приложении и всегда их носить с собой. Но вы пошли еще дальше. В наше непростое время, когда, например, какие-то чаще всего китайские смартфоны не имеют и на все датчика как такового, оплата по QR еще пока не у многих или, может быть, наоборот, категорически отвергнута какими-то магазинами, у вас есть решение? Да, мы уже достаточно давно его прорабатывали. И вот, наконец, мы к этой выставке успели. Кое-что показываем интересное. Мы не верим в QR-коды и мы не верим в то, что они просто так приживутся, если не будет какой-то определенной выгоды и резона для их использования у наших покупателей. Мы верим больше в то, что нужно сохранять существующие привычки, а привычка у пользователя давно сформированная есть. Он предъявляет карту лояльности с экрана смартфона. Соответственно, после того, как он предъявляет карту, мы предлагаем продолжить этот сценарий оплатой. То, как это происходит, как это магическим образом выглядит, вы можете посмотреть у нас на стенде, он сегодня на втором этаже на данном мероприятии. И, соответственно, можете убедиться, что мы придумали, по сути, альтернативу традиционному бесконтакту, который раньше работал с помощью технологии NFC. После того, как глобальные пэй ушли, наверное, некий негатив остался, и люди быстро отучились и уже понимают, что таким образом это не работает. Мы же предлагаем оплату через предъявление карты лояльности буквально в два этапа. Все очень легко и просто, и нет необходимости делать два движения. То есть сначала предъявлять карту, а затем платить смартфоном, прикасаясь к терминалу. То есть все происходит значительно быстрее, проще и понятнее для покупателя. Более того, работает все через СБП, поэтому ритейлер еще и на костах своих существенно экономит. Получается, вы решили опять дать людям возможность приходить в магазин только с телефоном и при этом замечательно платить? Все верно. И не формировать никаких новых рефлексов. То есть человек, предъявляющий карту лояльности, дальше получает все остальное практически в моменте. Кроме всего прочего, мы сюда планируем, грубо говоря, прикрутить все свои остальные маркетинговые инструменты. Это коммуникации с клиентом в моменте, это коммуникации после покупки. Естественно, ритейлеру будет доступна различная аналитика по тому, что покупает клиент, что он еще покупает в других сетях, возможно. И вся эта аналитика в агрегированном виде даст возможность принимать более грамотные решения по взаимодействию с покупателем. Звучит, как забота о покупателе. Надеюсь, что вы на этом поприще, вас ждет слава и нам будет всем удобно. Спасибо большое, пожелаем удачи. Вам спасибо, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok